В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Алексей Спаски провел ежемесячное оперативное совещание с руководителями муниципальных управлений и служб. Сегодня на ВКС один из вопросов будет посвящен как раз проведению линейки, в том числе обеспечению безопасности. В Лопатинской школе прошел круглый столб для волонтеров Ленинского городского округа «Добро делать просто». Помогать другим людям, да и к тому же такие места объединяют людей. В горках Ленинских отметили День поселка. Хорошее выступление, хорошая атмосфера, аттракционы, то есть вообще все прекрасно. Расширенное оперативное совещание провел глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. В ходе мероприятия руководители муниципальных управлений и служб доложили об итогах работы в августе и планах на сентябрь. Заместитель главного врача Виновской районной клинической больницы Елена Зинатулина озвучила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и рассказала о новой вакцине, поступившей в медицинские учреждения округа. За прошедшую неделю также отмечается рост прироста количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю это число составило 1382 человека, на 304 больше предыдущей недели. По вакцинации поступила интраназальная вакцина от новой коронавирусной инфекции, то есть можно вводить вакцину не внутримышечно, а капельками в нос. Значит, уже началась вакцинация. Одной из главных тем совещания стало начало учебного года, прежде всего безопасность детей, которые пойдут в школы. 25 августа состоялось межведомственное совещание, на котором были рассмотрены и проработаны вопросы обеспечения комплексной безопасности в образовательных организациях округа, в том числе и в день проведения Дня знаний. Тему безопасности школьников затронул в своем докладе и директор МБУ Дорсервис Александр Митряйкин. Заканчиваем строительный год, заканчивается строительство объектов дорожного хозяйства и подготовка к школе всех объектов, как дошкольных, так и школьных учреждений. Процентов на 85 в части разметки, ну и все, что составляет безопасность дорожного движения. Глава округа Алексей Спаский обратил внимание собравшихся, что тема безопасности школьников будет затронута на совещании в режиме видеоконференции с губернатором области Андреем Воробьевым. Сегодня на ВКС один из вопросов будет посвящен как раз проведению линейки, в том числе обеспечению безопасности. Поэтому приглашаю и вас, соответственно, всех, кто имеет касательство, тоже посмотреть, послушать. Также на совещании был озвучен ряд мероприятий по подготовке к празднованию Дня города Видное и Ленинского округа. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский посетил станцию Расторгуева. Он осмотрел народную тропу через железнодорожные пути для того, чтобы принять решение по устранению доступа пассажиров к зоне повышенной опасности. Подробнее в репортаже Юлий Поготьян. С начала года на железнодорожных станциях Ленинского городского округа погибло 6 человек. Трагедии произошли на платформах Расторгуева и Калинина. Именно в этих местах пассажиры облюбовали народные тропы вдоль путей. Это люди, которые оказываются на железнодорожных путях вопреки всему. Вопреки тем трём километрам забора, который построен вдоль железной дороги, вопреки всем тем ограждениям, которые сама железная дорога ставит на своих платформах. С начала августа выставлены волонтёры. Это и казачество наше оказывает нам содействие. Когда физически люди, вот вы сейчас тоже можете их видеть, они стоят, одёргивают, делают замечания. К сожалению, никаких провластных полномочий для того, чтобы оштрафовать или привлечь какой-то ответственности нет. Вот только уговорами. Специалисты отмечают, нарушителей стало меньше, но превентивные меры не дают желаемого результата. Главой Ленинского округа Алексеем Спасским принято решение создать на станциях такие условия, чтобы окончательно ограничить доступ к путям. А пока работы по заданному направлению воплощаются в жизнь, волонтёры не перестают словом убеждать несознательных пассажиров. В час примерно человек 20 нарушает правила безопасности нахождения. Всех предупреждаем, всех стараемся уберечь от этой опасности. Люди идут на контакт? Большинство, да, отзываются, люди идут на контакт и стараются впредь больше таких вещей не делать. Помимо волонтёров на станцию дежурят и представители правоохранительных органов, которые, в отличие от последних, много не говорят, а просто штрафуют. И, возможно, в будущем сумма будет увеличиваться. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВидНТВ. Летняя знойная погода, что установилась в большинстве регионов, стала причиной возникновения целого ряда лесных пожаров. Общая площадь горения сейчас превышает 120 тысяч гектаров. Справиться с жарким сезоном в Рязанской области помогают специалисты со всей страны. Чтобы узнать, как обстоят дела в округе, наш корреспондент Галина Житкова отправилась в патрулирование с сотрудниками МЧС, МВД и лесниками. Напоминаем, что на территории Московской области запрещено разведение открытого огня. Возьмите, пожалуйста, листовку. Номер пожарной охраны не сбывайте, в случае, в случае ситуации уроните. Такого знойного августа на территории Московской области еще не было. По наблюдениям синоптиков, даже аномальные 2010-е, когда жители региона задыхались от смога, был более прохладным. Пока пожарную ситуацию в регионе удается держать под контролем. Лесные массивы страдают больше от человеческого фактора. Именно то, что кто-то где-то разжег костер, не уследил. Пошло дальше возгорание. В результате возникают лесные пожары. Но у нас, как говорят, Бог миловал. Все обошло стороной. Сейчас на территории Ленинского городского округа объявлен пятый класс чрезвычайной опасности и введен особый противопожарный режим под абсолютным запретом сжигания сухой травы, разведения костров и приготовления пищи на открытом воздухе. Наше мероприятие посвящено тому, чтобы пройти рейдово, осмотреть определенные лесные массивы, лесные участки, также осмотреть населенные пункты и садовые товарищества, граничащие с лесными массивами непосредственно, на предмет наличия минерализованных полос, потому что весной они были сделаны. Сейчас пройдем, посмотрим, проверим, возможно, необходимо их восстановление. В этом году в Кодекс административных правонарушений был внесен ряд изменений и штрафы за нарушение противопожарной безопасности довольно внушительные. За нарушение требований пожарной безопасности штрафы увеличены с 8 июня текущего года. Так, сейчас за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штраф составляет на граждан от 10 до 20 тысяч, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч. Синоптики обещают резкое изменение погоды в ближайшие дни. И тогда надежда сотрудников МЧС на закрытие жаркого сезона станет вполне реальной. Галина Житко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сегодня в нашей студии заслуженный врач России, заведующий третьим хирургическим отделением Винновской районной клинической больницы Василий Осокин. С ним мы поговорим о желчекаменной болезни. Здравствуйте, Василий Витальевич. Здравствуйте. Ну и предлагаю начать наш разговор с причин возникновения. Почему, собственно, возникает желчекаменная болезнь? Так, ну, факторов риска желчекаменной болезни очень много. В частности, желчекаменная болезнь развивается по следующим факторам. Это половая принадлежность. В частности, желчекаменная болезнь чаще встречается у женщин в три раза. Чаще, чем у мужчин. Во-вторых, возраст чаще встречается в возрасте старше 60 лет, но также встречается и в юном возрасте, и в очень, так скажем, в зрелом возрасте. Имеет значение наследственный фактор. Потом нерациональное питание, бдительное голодание, беременность. Ну и, конечно, очень большое влияние имеет сахарный диабет. Какие симптомы должны насторожить человека, чтобы он пошел к врачу и проверился, нет ли у него желчекаменной болезни? Что беспокоит? Чаще всего, это тяжесть в правом подреберье, возникающей после нарушения диеты. В основном, это когда люди употребляют жирную, жареную, острую пищу. Вот, но не всегда бывает такое, так скажем, немое или болезнь, когда находится случайно при обследовании больного. В частности, на диспансеризации. Это так называемые немые камни, когда они не дают никаких болевых синдромов. Но и самое частое, это, конечно, при остром холецистите, когда после погрешности диеты появляется резкая болезнь, тяжесть, чувство тошноты, рвоты. Вот, это уже острый, острый калькулезный холецистит. Тогда уже больные, так скажем, сами обращаются за помощью. Как, собственно, лечится заболевание? Это холецистоктомия, то есть операция по удалению желчного пузыря вместе с камнями. В каких случаях она проводится, когда камни есть? Когда камни есть, наличие камней, есть показания к операции. Терапевты часто назначают больным различные препараты, в частности, урсосан, пытаясь растворить камни. Но дело в том, что это очень длительный процесс, и камни, на самом деле, очень тяжело растворить, потому что, зная анатомию человека, и когда мы на операции видим под увеличением чуть видимой артерии, как можно, какую концентрацию этого препарата нужно создать в крови, чтобы через эту маленькую артерию этот концентрат был доставлен в желчный пузырь, чтобы растворились камни. Как я говорю, быстрее печень растворится, чем камни. То есть, если есть камни, только операция? Только операция. Это является золотым стандартом. В частности, в последнее время перешли от открытого метода, от лапаротомии, к лапароскопическим методам оперативного лечения. Через проколы? Через проколы, да. Диета, так называемый пятый стол, это ограничение или исключение жирной жареной и острой пищи. И, в принципе, после операции мы рекомендуем 2-3 месяца после дать диету, и потом ее расширяют до нормальной обычной диеты. У нас в Ленинском городском округе такие операции проводятся, и где, собственно, вот можно... Значит, лечение желчнокаменной болезни лапароскопическим методом Виндовской центральной районной больницы проводится с 1994 года. В 3-м хирургическом отделении эти операции делаются с 2001 года, и за этот период уже выполнено более полутора тысяч этих операций. Достаточно успешно и без каких-либо серьезных осложнений. Значит, в общем, с желчнокаменной болезнью к вам. Да, если можно. В 3-е хирургическое отделение приглашаем. Спасибо вам большое за увлекательную беседу. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был заведующий 3-м хирургическим отделением Виндовской районной клинической больницы Василий Осокин. В преддверии дня города мы начинаем рассказывать о его истории и знаковых местах. Первая тема нашей специальной рубрики – Московский коксогазовый завод. Вот ведь именно благодаря этому предприятию и появился целый город Видное. В Видновском крае производили топливо еще несколько столетий назад. В 18-19 веках это был древесный уголь. Березы рубили тоже в районе нынешнего Московского кокса. Спустя годы на этом месте выросло животноводческое хозяйство. Но в 1935-м советское руководство выбрало поселок для строительства нового масштабного предприятия – коксогазового завода. Из примерно 12 пунктов перс судьбы упал на пункт номер 9. Как раз это было поселок Видное. И в результате началось строительство именно здесь. Почему? Потому что здесь идет удобное Каширское шоссе. То есть здесь не нужно было подъездные пути какие-то строить. В задачи предприятия входило не только производство кокса для металлургических заводов, но и выработка побочного продукта – газа для снабжения столицы. Однако в грандиозные планы вмешалась война. Не успев достроить и запустить завод, многие рабочие отправились на фронт. А оставшиеся перестроили предприятия под военные нужды и трудились на благо общей победы. Были герои. Это была целая бригада наших рабочих и работников с коксогазового завода, которые ушли на фронт. И занимались они удивительной совершенно работой. Помимо того, что нужно было вместе с войсками, точно так же совершая свой ратный подвиг продвигаться дальше к победе, они еще занимались таким понятием, как наведение понтонных мостов. В это время был здесь ремонтный цех по ремонту авиамоторов. В городе Вином шли такие же воздушные бои, как вот над всем Подмосковьем. И каждый раз наши рабочие смотрели и думали, чтобы наш ястребок, так уж условно говоря, победил. И каждый думал, это мой мотор там стоит вот сейчас. После войны стройку возобновили. А уже 2 апреля 1951 года завод выпустил первый кокс. Затем на протяжении десятилетий предприятие развивалось и модернизировалось. Помимо кокса и газа здесь стали производить аммиачные удобрения, кислород, аргон, жидкую углекислоту и сухой лед. В 50-х сотрудники завода даже разработали новую бездымную технологию загрузки печей. Люди пришли с фронта. Людям хотелось побеждать. Они умели работать и, как многие говорили, руки соскучились по труду. Конечно, сюда собирался народ. В основном это молодые люди, комсомольцы, как тогда называли. Игрались комсомольские свадьбы. Здесь было шумно, весело, дружно, трудно. Но на самом деле завод строился. Кризис на Москоксе, как и на многих предприятиях, наступил в 90-е. Именно на эти непростые годы пришлась глобальная модернизация производства. Дело в том, что коксовые батареи к тому времени износились и требовали перекладки. Чтобы сохранить завод и провести ремонт оборудования, директор Москокса Юрий Тимофеев нашел не совсем обычный выход. Предприятие открыло производство бытовой химии, сантехники, парфюма и даже видеокассет. Так работали до 97-го года. А после спрос на кокс начал восстанавливаться, а предприятие возвращаться к своему предназначению и наращивать обороты. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В рамках проекта «Время действовать вместе» в Лопатинской школе прошел круглый стол под названием «Добро делать просто». Волонтеры со всего Ленинского городского округа встретились, чтобы обсудить общие проблемы и новые форматы совместной работы. Они привыкли делать добро бескорыстно. А для многих из них это давно стало стилем жизни, без которого не проходит ни один день. В Лопатинской школе к волонтерству стараются привлечь всех учеников. Здесь действуют добровольческие и гагаринские отряды, а также совет обучающихся, который руководит действиями активистов. Для нас это очень важная составляющая воспитательного процесса, потому что мы уверены, что для того, чтобы воспитать настоящего гражданина и доброго, хорошего человека, нужно прививать детям чувство сострадания, чувство милосердия, готовность помочь ближнему. Помогать другим людям, да и к тому же такие места объединяют людей. Находишь новые связи, знакомишься с разными ребятами и на самом деле это очень интересно. Я прихожу сюда общаться с людьми и помогать другим людям. Все равно приятно становится от того, что ты кому-то помог. Хоть даже и чуть-чуть, чем-то, но доброе дело же сделал. Я делаю фестивали, концерты. Иногда я помогаю со звуком. Иногда я делаю что-то по мелочи. Иногда я ведущая. В мае педагог-организатор Лопатинской школы Людмила Шуст стала победителем всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и получила грант на реализацию проекта «Время действовать вместе». Он направлен на координацию действий добровольческих отрядов Ленинского городского округа, организацию их совместной деятельности и популяризацию среди подростков. И первым шагом в его реализации стала встреча волонтеров со всего муниципалитета в формате «Круглого стола» под девизом «Добро делать просто». Принимают участие это педагоги, это активисты российского движения школьников, это лидеры ученического самоуправления и общественная организация волонтеров, то есть даже есть руководитель волонтерского движения Ленинского городского округа. Участники «Круглого стола» обсудили общие проблемы, с которыми сталкиваются добровольцы в своей работе и пути их решения. Вы проводите на своих местах колоссальную работу, но без коммуникации между собой. Мы хотим презентовать от нашей команды, презентовать штаб волонтерского движения и со своими направленностями теми или иными. А также после бурных обсуждений команда добровольцев предложили новые форматы совместной работы. Сортировка мусора, чтобы это было прям на регулярной основе, то есть еженедельно школы скидывали бы отчеты, какие-то общие чаты, сколько мусора какого они собрали и так далее. Есть проблема – это нехватка пунктов приема батареек. Все инициативы обсудили и договорились реализовать в самое ближайшее время. Сейчас волонтеры готовятся к фестивалю добровольцев Ленинского городского округа «Время действовать вместе», который пройдет 24 сентября в Лопатинской школе. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Горках Ленинских отметили День поселка. Для жителей была подготовлена большая развлекательная программа и праздничный концерт. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Традиционно в августе на территории Ленинского городского округа празднуются Дни поселков. День рождения Горок Ленинских местные жители отметили с большим размахом. Организацией торжества занимались сотрудники досугого центра «Юность». Директор учреждения Жанна Карасева отметила, что подготовка к мероприятию длилась несколько месяцев. «Вообще всегда самое трудное – это создание сценария, его задумка и дальше его развитие. Потому что очень много разных идей и хочется их сложить так, чтобы это было красиво, гармонично и с логическим концом, и с посылом для зрителя, чтобы зритель понял вообще, что мы несем в конечном итоге для него». Для жителей и гостей поселка Горки-Ленинские в праздничный день была подготовлена большая развлекательная программа. Художественная выставка, ярмарка, мастер-классы, фотозоны. Для детей работали аттракционы, батуты, аквагрим. Также ребята могли поучаствовать в интересных играх и конкурсах. «Отличный праздник, побольше бы таких. Это отдых не только с семьей, детям очень забавно. Много разных аттракционов, также картины замечательные. В общем, постарались на славу. Спасибо». «Праздник очень замечательный. Ну, просто организаторы молодцы. Здесь живем, живем здесь с семьей 10 лет уже. И вы знаете, каждый год прихожу на праздник, каждый год все что-то новое, все улучшается. И администрация молодец». Участниками музыкального концерта стали творческие коллективы Досугого центра «Юность», местные детской школы искусств и Калиновской школы. Первая песня, прозвучавшая со сцены «Я, ты, он, она, вместе целая страна», подчеркнула главную идею праздника – земля горок Ленинских для представителей разных народов. Во время торжественной части вспоминали жители разных национальностей, которые внесли большой вклад в развитие поселка. «Старшее поколение коренных жителей будет обращаться с посланием к молодежи, к юным людям, тем, которые недавно приехали сюда, чтобы они полюбили эту землю, вот как свою родную, чтобы они тоже своим трудом прославляли землю, чтобы они достигали больших высот». Отметили также заслуги людей, которые в настоящее время трудятся в родном поселке. Активным жителям были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. «Горки Ленинские немножко расширяются, все-таки дает о себе знать близость к городу Москве. Побольше, мне кажется, стало в последнее время молодежи участвовать в различных мероприятиях. Сейчас отличная история, связанная с спортивным развитием на нашей территории. У нас уже не первый год проходит и мотокросс, и автогонки. Участвует огромное количество молодежи». День рождения поселка Горки Ленинский получился ярким и запоминающимся, и подарил всем гостям праздника хорошее настроение. «Хорошее выступление, хорошая атмосфера, аттракционы, то есть вообще все прекрасно». «Атмосферно, очень хорошо. А еще у нас с Натальей традиция постоянно, когда нас видят вместе, нас берет камера и берут интервью». «И пришли все, кому дорога земля Горкинская. Красивый концерт, хороший праздник, замечательное настроение. Вот просто посмотрите на людей, какие счастливые лица». «Здесь родилась я, где земля моя, я всегда в свой край вернусь». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.